Всем привет! Сегодня я предлагаю приготовить ну очень вкусный пирог с повидлом и меренгой. Для начала приготовим тесто. Нам понадобится 3 желтка, 130 грамм сахара. Перемешиваем все венчиком до побеления. Добавляем туда 300 грамм сметаны. Еще раз перемешаем. Вливаем 120 грамм растопленного сливочного масла. И перемешиваем. Просеиваем 210 грамм муки, полторы чайной ложки разрыхлителя и ванилин по вкусу. Добавляем щепотку соли и замешиваем тесто. Тесто довольно густое. Перекладываем тесто в форму. Распределяем тесто по всей площади. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Пока готовится пирог, приготовим меренгу. Нам понадобится 3 белка, 110 грамм сахара. Взбиваем все на больших оборотах 6-8 минут. Масса должна стать плотной и увеличится в объеме. Достаем пирог из духовки и смазываем его повидлом. Я повидла добавила слишком много. Получилось довольно сладко. Поэтому одного стакана вполне достаточно. Я добавила больше. И осаживаем меренгу. Я делаю это с помощью кондитерского мешка. Но вполне можно сделать с чайной ложкой. Или с обычного полиэтиленового мешочка. Ставим всю эту красоту запекаться еще на 15 минут. И вот что у нас получается. Полностью остужаем. И только после этого можно нарезать. Иначе повидло будет вытекать. Посмотрите, какой красивый пирог получается. А какой он нежный. Повидло можно заменить и на любое варенье. Главное не переборщить, как я. Посмотрите, какая нежность. Очень вкусный рецепт. Понравился? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...